Привет! Я Свёкла Арт. У меня расцвёл бальзамин, первый цветочек в этом году. Он выращен из семечки. Хочется запечатлеть это событие, поэтому я хочу сделать быстрый скетч. В моём блокноте на неакварельной бумаге. Поэтому работать нужно будет очень быстро. Сначала хочу сделать акварельный слой, а далее доработать гелевой ручкой. Посмотрю, выберу ракурс, во-первых, как лучше поставить цветок, развернуть его вот таким образом. Либо сделать, чтобы цветочек был сбоку, и тогда будет видна его вот эта вот красивенькая тоненькая ножка и хвостик. Скорее всего, вот этот вот ракурс будет интереснее. Теперь я делаю когда-то набрызок. Пятном вот таким вот, не пятном даже, а неровные кривые линии я указываю очертания цветка. То есть вот это какой-то даже не ромба, а что-то такое, такая область. Чтобы мне было понятнее, куда вписывать мой цветок, вырисовывая его лепестки, откуда пойдёт ножка его, где будут листики. Если я начну прорисовывать сразу все лепесточки, делать, то потом я могу прийти к тому, что композиция не сложится, либо не будет соответствия масштаба цветка и листьев, он мне не войдёт на листок. Поэтому вот этот вариант, когда делается сначала очертание листвы и цветка, он наиболее такой удобный. Это всегда есть соблазн, начать уже прорисовки устраивать. Могу уже теперь попрорисовывать серединку цветочка. Не игнорировать какие-то его природные неровности, не пытаться их сгладить. Удобнее лично для меня сейчас было бы взять гелевую ручку и живой такой линии весь его проработать. Где-то линию утолщить, где-то тоньше сделать, показать зубчики листочков, где-то какие-то тут складочки. Но гелевая ручка, если я ей сейчас делаю набросок, требует, моя гелевая ручка по крайней мере, времени. То есть должен рисунок вот этот вот контурный простоять хотя бы полдня-день, чтобы потом при работе акварелью он не потёк, вот эта линия не потекла. Поэтому я сейчас поработаю акварелью и пятнами укажу, где что. А потом, когда акварель высохнет через часик, я уже доработаю рисунок гелевой ручкой. Для этого рисунка буду использовать карминовую, очень нежная розовая. Очень сильно разведу водой, потому что совсем светленький мой цветочек. Только в серединке будет такое затемнение у него, где можно использовать розовый хинокридон. И пятнами прямо беру и показываю этот листочек, цветочек. Розовый хинокридон тоненько ввожу в серединку листа. Может быть где-то вот эти каемочки у него такие более тёмные. Можно даже больше не трогать. И тут же для ножки цветка я использую светло-зелёную, ой, жёлто-зелёную называется, смеси с оливковой. Таким образом, чтобы цвет цветка немного перетёк в ножку. И наоборот, зелень немножечко перетекла в сам цветок. Вот таким образом. Больше жёлто-зелёную можно добавить для бутончиков, которые не распустились. И в них же просвечивает бордовый цвет. Совсем немножко. Что там у нас родилась жизнь новая, новый цветок. Что это бутон. Добавляю тёмно-зелёный. Это зелёный цвет. Такой бутончик. Дальше продолжаем в жёлто-зелёной и оливковой указывать хвостики все эти. Сюда можно добавить розовый. Ой. И для листочков. Такая тёмная, насыщенная зелень. Вот эти листочки потребуют индига. Смешанная, скорее всего, с зелёной. Красиво будет. Вот я возьму индига. И зелёный смешаю. Вот. А для более светлых участков тоже подойдёт оливковая в смеси с жёлто-зелёной. Я буду толстой кистью рисовать. Показываю зазубринки. Намёками. Не вырисовывая каждую. Мне просто не позволят выполнить какие-то прорисовки реалистичные моя бумага. Один листик посветлее будет, другой потемнее. Где-то более светлый переходит в более тёмный цвет. Где-то побольше можно индиго добавить. Так вот оно своенравно тут у меня растекается по деформации листа. Ну, не поделаю ничего, потому что это не акварельная бумага. И сетовать мне на неё нет смысла. Прямо на листе посмешивать можно. И всё. Ну, вот и всё. Музыка Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова